Откровение Иисуса Христа И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его, И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, Слава и держава во веки веков. Аминь. Все грядет с облаками, и узрит Его всякое око, и те, которые пронзили Его, и возрыдают пред Ним все племена земные. Ей. Аминь. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель. Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Батмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, В Эфес и в Смирну, и в Пергамы, и в Феатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикею. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, И, обратившись, увидел семь золотых светильников, И посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, Облеченного в падир и по персям, опоясанного золотым поясом, Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, И очи его, как пламень огненный, И ноги его, подобный Халка-Ливану, как раскаленные в печи, И голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, И из уст его выходил острый с обеих сторон меч, И лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, И он положил на меня десницу свою, и сказал мне, Не бойся, я есмь первый и последний, и живой, И был мертв и сежив во веки веков, аминь, И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, И семи золотых светильников, есть сия. Семь звезд — суть ангелы семи церквей, А семь светильников, которые ты видел, Суть семь церквей. Глава вторая Ангелу Эфесской церкви напиши. Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, Ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, И то, что ты не можешь сносить развратных, И испытал тех, которые называют себя апостолами, А они не таковы, И нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, И для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя То, что ты оставил первую любовь твою. И так вспомни, откуда ты не спал, И покайся, и твори прежние дела, А если не так, Скоро приду к тебе И сдвину светильник твой с места его, Если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, Что ты ненавидишь дела Николаитов, Которые и я ненавижу. Имеющий ухо дослышит, Что дух говорит церквам, Побеждающему дам вкушать от древа жизни, Которая посреди рая Божия. И ангелу Смирнской церкви напиши, Так говорит первый и последний, Который был мертв и сежив. Знаю твои дела, И скорбь, и нищету, Впрочем, ты богат, И злословие от тех, Которые говорят о себе, Что они иудеи, А они не таковы, Но сборище сатанинское. Не бойся ничего, Что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать Из среды вас в темницу, Чтобы искусить вас, И будете иметь скорбь. Дней десять. Будь верен до смерти, И дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, Да слышит, Что дух говорит церквам, Побеждающий, Не потерпит вреда От второй смерти. И ангелу пергамской церкви напиши, Так говорит имеющий Острый с обеих сторон меч, Знаю твои дела, И что ты живешь там, Где престол сатаны, И что содержишь имя мое, И не отрекся от веры моей, Даже в те дни, В которые у вас, Где живет сатана, Умерщвлен верный свидетель Мой Антипа. Но имею немного против тебя, Потому что есть у тебя там Держащееся учение Валаама, Который научил Валака Ввести в соблазн Сынов Израилевых, Чтоб они ели Идоложертвенное И любодействовали. Так и у тебя Есть держащееся учение Николаитов, Которое я ненавижу. Покайся, А если не так, Скоро приду к тебе И сражусь с ними Мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, Да слышит, Что дух говорит церквам, Побеждающим, Дам вкушать сокровенную манну, И дам ему белый камень, И на камне написанное Новое имя, Которого никто не знает, Кроме того, кто получает. И ангелу Феотирской церкви напиши, Так говорит Сын Божий, У Которого очи, Как пламень огненный, И ноги подобны Халкаливану. Знаю твои дела, И любовь, и служение, И веру, и терпение Твое, И то, что последние дела Твои Больше первых. Но имею немного против Тебя, Потому что Ты попускаешь Женей Езавели, Называющей себя пророчицею, Учить и вводить в заблуждение Рабов моих, Любодействовать и есть Идола жертвенны. Я дал ей время покаяться В любодеянии ее, Но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр, И любодействующих с нею Великую скорбь, Если не покаются в делах своих, И детей ее поражу смертью, И уразумеют все церкви, Что я есмь испытующий Сердца и внутренности, И воздам каждому из вас По делам вашим. Вам же и прочим, И прочим, находящимся в Феатире, Которые не держат сего учения, И которые не знают Так называемых глубин сатанинских, Сказываю, что не наложу на вас Иного бремени, Только то, что имеете, Держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает Дела мои до конца, Тому дам власть над язычниками, И будет пасти их Жезлом железным, Как сосуды глиняные, А не сокрушаться, Как и я получил власть От отца моего, И дам ему звезду утреннюю, Имеющий ухо слышать, Да слышать, Что дух говорит церквам. Глава третья И ангелу с ордейской церкви напиши, Так говорит имеющий семь духов Божиих И семь звезд, Знаю твои дела, Ты носишь имя, будто жив, Но ты мертв. Бодрствуй и утверждай Прочее, близкое к смерти, Ибо я не нахожу, Чтобы дела твои были совершенны Пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, И храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, То я найду на тебя, как втать, И ты не узнаешь, в который час Найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе Есть несколько человек, Которые не осквернили Одежд своих, И будут ходить со мною В белых одеждах, Ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, И не изглажу имени его из книги жизни, И исповедую имя его пред отцом моим И пред ангелами его. Имеющий ухо дослышит, Что дух говорит церквам. И ангелу филадельфийской церкви напиши. Так говорит святой истинный, Имеющий ключ Давидов, Который отворяет, и никто не затворит, Затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот, я отворил перед тобою дверь, И никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, И сохранил слово мое, И не отрекся имени моего. Вот, я сделаю, что из сатанинского сборища, Из тех, которые говорят о себе, Что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот, я сделаю то, Что они придут и поклонятся пред ногами твоими, И познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, То и я сохраню тебя от годины искушения, Которая придет на всю вселенную, Чтобы испытать живущих на земле. Се, гряду скоро, Держи, что имеешь, Дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего Сделаю столпом в храме Бога моего, И он уже не выйдет вон, И напишу на нем имя Бога моего, И имя града Бога моего, Нового Иерусалима, Нисходящего с неба от Бога моего, И имя мое новое. Имеющий ухо дослышит, Что Дух говорит церквам. И ангелу Лаодикийской церкви напиши, Так говорит Аминь, Свидетель верный и истинный, Начало создания Божия. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горячь. О, если бы ты был холоден или горячь! Но как ты тепл, А не горяч и не холоден, То извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, Я богат, разбогателый, Ни в чем не имею нужды, А не знаешь, Что ты несчастен и жалок, И нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, Огнем очищенное, Чтобы тебе обогатиться, И белую одежду, чтобы одеться, И чтобы не видна была срамота ноготы твоей, И глазною мазью помажь глаза твои, Чтобы видеть, Кого я люблю, Тех обличаю и наказываю. И так будь ревностен и покайся. Все, стою у двери и стучу, Если кто услышит голос мой И отворит дверь, Войду к нему, И буду вечерить с ним, И он со мной. Побеждающему дам сесть со мною На престоле моем, Как и я победил и сел с отцом моим На престоле его. Имеющий ухо, Да слышит, Что дух говорит церквам. Глава четвертая После сего я взглянул, И вот дверь, Отверсто на небе, И прежний голос, Который я слышал, Как бы звук трубы, Говоривший со мною, Сказал, Взойди сюда И покажу тебе, Чему надлежит быть После сего. И тотчас я был в духе, И вот престол стоял на небе, И на престоле был сидящий, И сей сидящий Видом был подобен камню Яспису и Сардису, И радуга вокруг престола, Видом подобное Смарагду. И вокруг престола Двадцать четыре престола, А на престолах видел я Сидевших двадцать четыре старца, Которые обличены были В белые одежды, И имели на головах своих Золотые венцы. И от престола исходили молнии И громы и гласы, И семь светильников огненных Горели перед престолом, Которым сломал семь духов божиих. И перед престолом Море стеклянное, Подобное кристаллу, И посреди престола и вокруг престола Четыре животных, Исполненных очей Спереди и сзади. И первое животное Было подобно льву, И второе животное Подобно тельцу, И третье животное Имело лицо, как человек, И четвертое животное Подобно орлу летящему. И каждая из четырех животных Имела по шести крыл вокруг, А внутри они исполнены очей, И ни днем, ни ночью Не имеют покоя, Взывая, Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет. И когда животные Воздают славу и честь И благодарение Сидящему на престоле, Живущему во веки веков, Тогда двадцать четыре старца Падают пред сидящим На престоле И поклоняются Живущему во веки веков, И полагают венцы Свои перед престолом, Говоря, Достоин ты, Господи, Приять славу и честь и силу, Ибо ты сотворил все, И все по твоей воле Существует и сотворено. Глава пятая И видел я В деснице у сидящего на престоле Книгу, Написанную внутри и отвне, Запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, Провозглашающего громким голосом, Кто достоин Раскрыть сию книгу И снять печати ее. И никто не мог Ни на небе, Ни на земле, Ни под землею Раскрыть сию книгу, Не посмотреть в нее. И я много плакал О том, что никого Не нашлось достойного Раскрыть и читать сию книгу И даже посмотреть в нее. И один из старцев Сказал мне, Не плачь, Вот, Лев от колена Иудина, Корень Давидов, Победил и может Раскрыть сию книгу И снять семь печатей ее. И я взглянул, И вот, Посреди престола И четырех животных, И посреди старцев Стоял Агнец, Как бы заклонный, Имеющий семь рогов И семь очей, Которые Суть семь духов Божиих, Посланных во всю землю. И он пришел И взял книгу Из десницы, Сидящего на престоле. И когда он взял книгу, Тогда четыре животных И двадцать четыре старца Пали пред Агнцем, Имея каждый гусли И золотые чаши, Полные фимиама, Которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, Говоря, Достоин ты взять книгу И снять с нее печати, Ибо ты был заклон И кровью Своею, И скупил нас Богу Из всякого колена и языка, И народа и племени, И соделал нас царями И священниками Богу нашему, И мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос Многих ангелов вокруг престола И животных и старцев, И число их было тьмы тем И тысячи тысяч, Которые говорили громким голосом Достоин Агнец закланный Принять силу и богатство И премудрость и крепость И честь, и славу, и благословение. И всякое создание, Находящееся на небе и на земле, И под землею, и на море, И все, что в них, Слышал я говорила Сидящему на престоле и Агнцу Благословение и честь, И слава, и держава Во веки веков. И четыре животных говорили Аминь. И двадцать четыре старца Пали и поклонились Живущему во веки веков. Глава шестая И я видел, что Агнец снял Первую из семи печатей. И я услышал одно из четырех животных, Говорящее как бы громовым голосом Иди и смотри. Я взглянул, И вот конь белый, И на нем всадник, имеющий лук, И дан был ему венец, И вышел он, как победоносный, И чтобы победить. И когда он снял вторую печать, Я слышал второе животное, Говорящее иди и смотри. И вышел другой конь, Рыжий, И сидящему на нем дано Взять мир с земли, И чтобы убивали друг друга, И дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, Я слышал третье животное, Говорящее Иди и смотри. Я взглянул, И вот конь вороной, И на нем всадник, Имеющий меру в руке своей. И я слышал голос Посреди четырех животных, Говорящий Хиникс пшеницы за динарий, И три хиникса ячменя за динарий, Елея же и вина не повреждай. И когда он снял четвертую печать, Я слышал голос четвертого животного, Говорящий Иди и смотри. И я взглянул, И вот конь Бледный, И на нем всадник, Которому имя смерть, И ад следовал за ним. И дана ему власть Над четвертую частью земли Умерщвлять Мечом и голодом И мором и зверями земными. И когда он снял пятую печать, Я увидел под жертвенником Души убиенных за Слово Божие И за свидетельство, Которое они имели. И возопили они Громким голосом, Говоря, Да коли, владыка святой и истинный, Не судишь и не мстишь Живущим на земле За кровь нашу. И даны были каждому из них Одежды белые, И сказано им, Чтоб они успокоились Еще на малое время, Пока и сотрудники их, И братья их, Которые будут убиты, Как и они, Дополнят число. И когда он Снял шестую печать, Я взглянул, И вот произошло Великое землетрясение, И солнце стало мрачно, Как плосеница, И луна сделалась, Как кровь. И звезды небесные Пали на землю, Как смоковница, Потрясаемая сильным ветром, Роняет незрелые Смоквы свои. И небо скрылось, Свившись, как свиток, И всякая гора и остров Двинулись с мест своих. И цари земные, И вельможи, И богатые, И тысяченачальники, И сильные, И всякий раб, И всякий свободный Скрылись в пещеры И в ущелье гор, И говорят горам и камням, Падите на нас, И сокройте нас От лица сидящего на престоле, И от гнева Агнца, Ибо пришел Великий день гнева его, И кто может устоять? Глава седьмая И после сего Видел я четырех ангелов, Стоящих на четырех углах земли, Держащих четыре ветра земли, Чтобы не дул ветер Ни на землю, Ни на море, Ни на какое дерево. И видел я Иного ангела, Восходящего от востока солнца, И имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом К четырем ангелам, Которым дано вредить земле и морю, Говоря, Не делайте вреда Ни земле, Ни морю, Ни деревам, Доколе не положим печати На челах рабов Бога нашего. И я слышал Число запечатленных. Запечатленных Было сто сорок четыре тысячи Из всех колен Сынов израилевых. Из колена Иудина Запечатлено двенадцать тысяч, Из колена Рувимова Запечатлено двенадцать тысяч, Из колена Гадова Запечатлено двенадцать тысяч, Из колена Осирова Запечатлено двенадцать тысяч, Из колена Нефалимова Запечатлено двенадцать тысяч, Из колена Моносиина запечатлено двенадцать тысяч, Из колена Симеонова запечатлено двенадцать тысяч, Из колена Левиина запечатлено двенадцать тысяч, Из колена Иссахарова запечатлено двенадцать тысяч, Из колена Завулонова запечатлено двенадцать тысяч, Из колена Иосифова запечатлено двенадцать тысяч, Из колена Вениаминова запечатлено двенадцать тысяч. После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и предагнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и агнцу. И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря «Аминь». Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. И начав речь, один из старцев спросил меня, «Сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему, «Ты и знаешь, Господин». И он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью агнцам. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в небе. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнцем и никакой зной. Ибо агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вода. И отрет Бог всякую слезу, сочей их. Глава восьмая И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь трупов. И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем жертвенника, и поверг на землю. И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющие семь трупов, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море. И третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая, подобно светильнику, и пала на третью часть рек, и на источники вод. И имя сей звезде — полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так, как и ночи. И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом «Горе, горе, горе, живущим на земле» от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить. Глава девятая Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладези бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладези. А только мучить пять месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у ней, как бы венцы, похожие на золотые, Лица же ее, как лица человеческие, и волосы у ней, как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум, открытлив ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпиона, и в хвостах ее были жалко. Власть же ее была вредить людям пять месяцев. Царем над собою она имела ангела бездну, имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполион. Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя. Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу. «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрате!» И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день и месяц и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Глава десятая. В руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне, «Скрой, что говорили семь громов, и не дешись его». И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, «Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет». Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, «Как он благовествовал рабам своим пророкам». И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал, «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему, «Дай мне книжку». Он сказал мне, «Возьми и съешь ее. Она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». И взял я книжку из руки ангела и съел ее. И она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. И сказал он мне, «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих». Глава одиннадцатая «И дана мне трость, подобная же злу, и сказано, «Встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем, а внешний двор храма исключи и не измеряй его». «Ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город сорок два месяца». «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи обличены во вретище». «Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними. И победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиною и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои. И великий страх напал на тех, которые смотрели на них, И услышали они с неба громкий голос, говоривший им «Взойдите сюда!» И они взошли на небо на облаке и смотрели на них, враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих, и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Второе горе прошло, вот, идет скоро третье горе. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие «Царство мира соделалось царством Господа, нашего, и Христа Его, и будет царствовать во веки веков». И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря, «Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, Который еси и был и грядешь, Что Ты приял силу Твою великую и воцарился. И рассверепели язычники, И пришел гнев Твой, И время судить мертвых, И дать возмездие рабам Твоим, Пророкам и святым, И боящимся имени Твоего, Малым и великим, И погубить губивших землю». И отверзся храм Божий на небе, И явился ковчег завета Его В храме Его. И произошли молнии и голоса, И громы и землетрясения, И великий град. Глава двенадцатая. И явилось на небе великое знамение, Жена, облеченная в солнце, Под ногами ее луна, И на главе ее Венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве И кричала от болей и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон С семью головами и десятью рогами, И на головах его семь диодим. Хвост его увлек с неба Третью часть звезд И поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, Которой надлежало родить, Дабы, когда она родит, Пожрать ее младенца. И родила она младенца Мужеского пола, Которому надлежит пасти Все народы Жезлом железным. И восхищено было Дитя ее к Богу И престолу его. А жена убежала в пустыню, Где приготовлено было для нее Место от Бога, Чтобы питали ее там Тысячу двести шестьдесят дней. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его Воевали против дракона, И дракон и ангелы его Воевали против них. Но не устояли, И не нашлось уже для них Места на небе. И низвержен был Великий дракон, Древний змей, Называемый дьяволом и сатаною, Обольщающий всю вселенную, Низвержен на землю, И ангелы его Низвержены с ним. И услышал я громкий голос, Говорящий на небе, Ныне настало спасение И силой царства Бога нашего И власть Христа его, Потому что низвержен Клеветник братьей наших, Клеветавший на них Пред Богом нашим День и ночь. Они победили его Кровью агнца И словом свидетельства своего, И не возлюбили души своей Даже до смерти. Итак, веселите с небеса И обитающие на них, Горе живущим на земле И на море, Потому что к вам Сошел дьявол В сильной ярости, Зная, Что немного ему Остается времени. Когда же дракон увидел, Что низвержен на землю, Начал преследовать жену, Которая родила Младенца мужеского пола, И даны были жене Два крыла большого орла, Чтобы она летела в пустыню, В свое место От лица змия И там питалась В продолжении времени, Времен и полвремени. И пустил змей Из пасти своей Вслед жены В воду, как реку, Дабы увлечь ее рекой. Но земля помогла жене, И разверзла земля Уста свои, И поглотила реку, Которую пустил дракон Из пасти своей. И рассверепел Дракон на жену, И пошел, Чтобы вступить в брань С прочими От семени ее, Сохраняющими Заповеди Божии И имеющими Свидетельство Иисуса Христа. Глава тринадцатая И стал я на песке Морском И увидел Выходящего Из моря Зверя С семью головами И десятью рогами. На рогах его Было десять диодин, А на головах его Имена Богохульные. Зверь, Которого я видел, Был подобен Барсу. Ноги у него, Как у медведя, А пасть у него, Как пасть у льва. И дал ему дракон Силу свою И престол свой И великую власть. И видел я, Что одна из голов Его Как бы смертельно Была ранена, Но эта смертельная Рана Исцелела. И дивилась Вся земля, Следя за зверем. И поклонились Дракону, Который дал власть Зверю. И поклонились Зверю, Говоря, Кто подобен Зверю сему, И кто может Сразиться с ним. И даны были Ему уста, Говорящие Гордые Богохульна. И дана ему Власть Действовать Сорок два Месяца. И отверз Он уста Свои Для хулы На Бога, Чтобы хулить Имя Его И жилища Его И живущих На небе. И дано Было ему Вести войну Со святыми И победить Их. И дана Была ему Власть Над всяким Коленом И народом И языком И племенем. И поклонятся Ему Все живущие На земле, Которых имена Не написаны В книге жизни Уагнца, Заклонного От создания Мира. Кто имеет Ухо Да слышит. Кто ведет В плен, Тот сам Пойдет В плен. Кто Мечом Убивает, Тому Самому Надлежит Быть Убиту Мечом. Здесь Терпение И вера Святых. И увидел Я другого Зверя, Выходящего Из земли. Он имел Два рога, Подобные Агнчем, И говорил Как дракон. Он действует Перед ним Со всею Властью Первого Зверя И заставляет Всю землю И живущих На ней Поклоняться Первому Зверю, У которого Смертельная Рана Исцелела И творит Великие Знамения, Так что И огонь Низводит С неба На землю Перед Людьми. И чудесами Которые Дано Было Ему Творить Перед Зверем Он Обольщает Живущих На земле Говоря Живущим На земле Чтобы Они Сделали Образ Зверя Который Имеет Рану От меча И жив. И Дано Ему Было Вложить Дух В образ Зверя Чтобы Образ Зверя И говорил И действовал Так, Чтобы Убиваем Был Всякий Кто Не будет Поклоняться Образу Зверя. И Он Сделает То, Что Всем Малым И Великим Богатым И Нищим Свободным И Рабам Положено Будет Начертание На правую Руку Или Начало И Что Никому Нельзя Будет Ни Покупать Ни Продавать Кроме Того Кто Имеет Это Начертание Или Имя Зверя Или Число Имени Его Здесь Мудрость Кто Имеет Ум Тот Сочти Число Зверя Ибо Это Число Человеческое Число Его 666 Глава 14 И Взглянул Я И Вот Агнец Стоит На горе Сионе И С ним 144 тысячи У которых Имя Отца Его Написано На челах И Услышал Я Голос Неба Как Шум От Множества Вод И Как Звук Сильного Грома И Услышал Голос Как Бы Гуслистов Играющих На Гуслях Своих Они Поют Как Бы Новую Песнь Пред Престолом И Пред Четырьмя Животными И Старцами И Никто Не Мог Научиться Сей Песне Кроме Сих 144 Тысяч И Скупленных От Земли Это Те Которые Не Осквернились С женами Ибо Они Девственники Это Те Которые Следуют За Агнцем Куда Б Он Не Пошел Они Искуплены Из Людей Как Первенцы Бобу И Агнцу И В устах И Нет Лукавства Они Непорочны Пред Престолом Божиим И Увидел Агнцем Божиим Божиим И Агнцем И Третий Ангел Последовал За Ними Говоря Громким Голосом Кто Поклоняется Зверю И Образу Его И Агнцем 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 Будет Восходить Во Веки Веков И Не Будут Иметь Покоя Ни Днем Ни Ночью Поклоняющиеся Зверю И Образу Его И Принимающие Начертания Имени Его Здесь Терпение Святых Соблюдающих Заповеди Божии И Веру В И И И И Услышал Я Голос Неба Говорящий Мне Напиши Отныне Блаженны Мертвые Умирающие В Господе Ей Говорит Дух Они Успокоятся От Трудов Своих И Дела Их Идут Вслед За Ним И Взглянул Я И Вот Светлое Облако И На Облаке Сидит Подобный Сыну Человеческому На Голове Его Золотой Венец И В Руке Его Острый Серб И Вышел Другой Ангел Из Храма И Воскликнул Громким Голосом К Сидящему На Облаке Голосом Пусти Голосом Субтитры Субтитры Голосом Субтитры Глава Пятнадцатая Голосом Субтитры 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 Четвертый Ангел Вылил Чашу Свою На Солнце И Дано Было Ему Жечь Людей Огнем И Жег Людей Сильный Зной И Они Хулили Имя Бога Имеющего Власть Над Сими Язвами И Не Вразумились Чтобы Воздать Ему Славу Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих, и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрату, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я, выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань, вон и великий день Бога Вседержителя. Сей иду, как татья, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему на гимн, и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое. И город великой распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великой воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною в талант пал с неба на людей. И хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Глава семнадцатая И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались, живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню. И я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена обличена была в порфиру и багреницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. И держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя тайна, Вавилон Великой, мать-блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне ангел, что ты дивишься. Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена. И семь царей, из которых пять пали. Один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и исчезла семи, и пойдет в погибель. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с агнцем, и агнец победит их. Ибо он есть Господь господствующих, и царь царей, и те, которые с ним, суть званые, и избранные, и верные. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, и народы, и племена, и языки. И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Глава восемнадцатая После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, Пал, пал Вавилон, великая блудница, Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, Пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице, Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, И цари земные любодействовали с нею, И купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий, Выйди от нее, народ мой, Чтобы не участвовать вам в грехах ее И не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, И Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, И вдвое воздайте ей по делам ее. В чаши, в которой она приготовляла вам вино, Приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, Столько воздайте ей мучений и горести. Ибо она говорит в сердце своем, Сижу царицею, я не вдова и не увижу горести. Зато в один день придут на нее Казни, смерть и плач и голод, И будет сожжена огнем, Потому что силен Господь Бог, Судящий ее. И восплачут, и возрыдают о ней цари земные, Блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, Когда увидят дым от пожара ее, Стоя издали от страха мучений ее, И говоря, горе, горе тебе, Великий город Вавилон, Город крепкой, Ибо в один час пришел суд твой. И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, Потому что товаров их никто уже не покупает, Товаров золотых и серебряных, И камней драгоценных и жемчуга, И весоны и парфиры, И шелка и багреницы, И всякого благовонного дерева, И всяких изделий из слоновой кости, И всяких изделий из дорогих дерев, Из меди и железа и мрамора, Корицы и фимиама, И мира и ладана, И вина и елея, И муки и пшеницы, И скота и овец, И коней и колесниц, И тел и душ человеческих, И плодов угодных для души твоей, Не стало у тебя, И все тучное и блистательное удалилось от тебя, Ты уже не найдешь его. Торговавшие всем сим, Обогатившиеся от нее, Станут вдали от страха мучений ее, Плача и рыдая, и говоря, Горе, горе тебе, Великий город, Одетый в весоны, Порфиру и багреницу, Украшенный золотом и камнями, Драгоценными и жемчугом, Ибо в один час Погибло такое богатство. И все кормчие, И все плывущие на кораблях, И все корабельщики, И все торгующие на море Стали вдали, И, видя дым от пожара ее, Возопили, говоря, Какой город подобен городу великому. И посыпали пеплом головы свои, И вопили, плача и рыдая, Горе, горе тебе, Город великой, Драгоценностями которого Обогатились все, Имеющие корабли на море, Ибо опустел в один час. Веселись осем, Небо и святые апостолы и пророки, Ибо совершил Бог Суд ваш над ним. И один сильный ангел Взял камень, Подобный большому жорнову, И поверг в море, Говоря, С таким стремлением Повержен будет Вавилон, Великий город, И уже не будет его. И голоса играющих на гуслях, И поющих, И играющих на свирелях, И трубящих трубами, В тебе уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, Никакого художества, И шума от жерновок, Не слышно уже будет в тебе, И свет светильника уже не появится в тебе, И голоса жениха и невесты, Не будет уже слышно в тебе, Ибо купцы твои Были вельможи земли, И волшебством твоим Введены в заблуждение Все народы, И в нем найдена кровь Пророков и святых, И всех убитых на земле. Глава девятнадцатая После сего я услышал на небе Громкий голос, Как бы многочисленного народа, Который говорил, Аллилуйя, спасение и слава, И честь и сила Господу нашему, Ибо истинны и праведны суды Его, Потому что Он осудил Ту великую любодейцу, Которая растлила землю Любодейством своим, И взыскал кровь рабов своих От руки ее, И вторично сказали Аллилуйя, И дым ее Восходил во веки веков. Тогда двадцать четыре старца И четыре животных Пали и поклонились Богу, Сидящему на престоле, Говоря, Аминь, Аллилуйя. И голос от престола Исшел, говорящий, Хвалите Бога нашего, Все рабы Его и боящиеся Его, Малые и великие. И слышал я, Как бы голос многочисленного народа, Как бы шум вод многих, Как бы голос громов сильных, Говорящих, Аллилуйя, Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель, Возрадуемся и возвеселимся, И воздадим Ему славу, Ибо наступил брак Агнца, И жена Его приготовила себя, И дано было ей облечься В весон чистый и светлый, В весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, Напиши, Блаженны званные, На брачную вечерю Агнца. И сказал мне, Сии суть, Истинные слова Божии. Я пал к ногам Его, Чтобы поклониться Ему, Но Он сказал мне, Смотри, Не делай сего, Я сослужитель Тебе, И братьям Твоим, Имеющим свидетельство Иисусова, Богу поклонись, Ибо свидетельство Иисусова Есть дух пророчества. И увидел я отверстое небо, И вот конь белый, И сидящий на нем, Называется верный и истинный, Который праведно судит И воинствует. Очи у Него, Как пламень огненный, И на голове Его Много диодим. Он имел имя написанное, Которого никто не знал, Кроме Его самого. Он был облечен в одежду, Обогренную кровью. Имя Ему Слово Божие И воинства небесные Следовали за Ним На конях белых, Облеченный в весон, Белый и чистый. Из уст же Его Исходит острый меч, Чтобы им поражать народы. Он пасет их же злом железным, Он топчет точила вина Ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде И на бедре Его Написано имя Царь царей И Господь Господствующих. И увидел я Одного ангела, Стоящего на солнце, И он воскликнул Громким голосом, Говоря, Всем птицам, Летающим Посредине неба, Летите, Собирайтесь На великую Вечерю Божию, Чтобы пожрать Трупы царей, Трупы сильных, Трупы тысячи Начальников, Трупы коней И сидящих на них, Трупы всех Свободных и рабов, И малых, И великих. И увидел я Зверя И царей земных, И воинства их Собранные, Чтобы сразиться С сидящим на коне И с воинством его. И схвачен был Зверь, И с ним Лже Пророк, Производивший Чудеса И все птицы, И все птицы, И все птицы, Напитались Их трупами. Глава двадцатая И увидел я Ангела, Сходящего с неба, Который имел Ключ от бездны И большую цепь В руке своей. Он взял Дракона, Змия древнего, Который есть Дьявол и Сатана, И сковал его На тысячу лет, И низверг его В бездну, И заключил его, И положил Над ним печать, Дабы не прельщал Уже народы, Доколе не окончится Тысяча лет. После же сего Ему должно быть Освобожденным На малое время. И увидел я престолы И сидящих на них, Которым дано было судить, И души, Обезглавленных За свидетельство Иисуса И за Слово Божие, Которые не поклонились Зверю Ни образу его И не приняли Начертания На чело свое И на руку свое. Они ожили И царствовали Со Христом Тысячу лет. Прочие же из умерших Не ожили, Доколе не окончится Тысяча лет. Это Первое воскресенье. Блажен и свят, Имеющий участие В воскресенье первом, Над ними Смерть вторая Не имеет власти, Но они будут Священниками Бога и Христа И будут Царствовать с ним Тысячу лет. Когда же Окончатся Тысяча лет, Сатана Будет освобожден Из темницы Своей И выйдет Обольщать Народы, Находящиеся На четырех углах Земли, Гога и Магога, И собирать их На брань, Число их Как песок Морской. И вышли На широту Земли, И окружили Стан святых И город Возлюбленный. И не спал Огонь С неба От Бога И пожрал их, А дьявол, Прельщавший их, Ввержен В озеро Огненное И серное, Где зверь И лжепророк И будут Мучиться День и ночь Во веки веков. И увидел я Великий Белый Престол, И сидящего На нем, От лица Которого Бежало Небо И земля, И не нашлось Им места. И увидел я Мертвых, Малых И великих, Стоящих Пред Богом, И книги Раскрыты Были, И иная Книга Раскрыта, Которая Есть книга Жизни. И судимы Были Мертвые По написанному В книгах Сообразно С делами Своими. Тогда Отдало Море Мертвых, Бывших В нем, И смерть И ад Отдали Мертвых, Которые Были В них И судим Был Каждый По делам Своим. И смерть И ад Повержены В озеро Огненное. Это Смерть Вторая. И кто Не был Записан В книге Жизни, Тот Был Брошен В озеро Огненное. Глава Двадцать Первая. И Увидел Я Новое Небо И Новую Землю, Ибо Прежнее Небо И Прежняя Земля Миновали, И Моря Уже Нет. И Я, Иоанн, Увидел Святой Город И Ярусалим, Новый, Сходящий От Бога С Неба, Приготовленный, Как Невеста, Украшенная Для Мужа Своего. И Услышал Я Громкий Голос Неба, Говорящий Се, Скиния Бога С Человеками, И Он Будет Обитать С Ними, Они Будут Его Народом, И Сам Бог С Ними Будет Богом Их, И Отрет Бог Всякою Слезу Сочей Их, И Смерти Не Будет Уже, Ни Плача, Ни Вопля, Ни Болезни Уже Не Будет, Ибо Прежнее Прошло. И Сказал Сидящий На Престоле Се, Творю Все Новое, И Говорит Мне Напиши, Ибо Слова Сии Истинны И Верны И Сказал Мне Совершилось Я Есмь Альфа И Омега Начало И Конец Жаждущим Дам Даром От Источника Воды Живой Побеждающий Наследует Все И Буду Ему Богом И Он Будет Мне Сыном Боязливых Же И Неверных И Скверных И Убийц И Любодеев И Чародеев И Идолослужителей И Всех Лжецов Участь В Озере Горящим Огнем И Серой Это Смерть Вторая И Пришел Ко мне Один Из Семи Ангелов У Которых Было Семь Чаш Наполненных Семью Последними Язвами И Сказал Мне Пойди Я Покажу Тебе Жену Невесту Агнца И Вознес Меня В Духе На Великую И Высокую Гору И Показал Мне Великий Город Святой И Иерусалим Который Двенадцать Ангелов На Воротах Написаны Имена Двенадцати Колен Сынов Израилевых С Востока Трое Ворот С Севера Трое Ворот С Юга Трое Ворот Запада Трое Ворот Стена Города Имеет Двенадцать Оснований И На Них Имена Двенадцати Апостолов Агнца Говоривший Со Мною Имел Золотую Трость Для Измерения Города И Ворот Его И Стены Его Город Расположен Четвероугольником И Длина Его Такая Же Как И Широта И Измерил Он Город Тростью На Двенадцать Тысяч Стадий Длина И Широта И Высота Его Равны И Стену Его Измерил Во Сто Сорок Четыре Локтя Мерою Человеческою Какова Мера И Ангела Стена Его Построена Из Ясписа А Город Был Чистое Золото Подобен Чистому Стеклу Основание Стены Города Украшены Всякими Драгоценными Камнями Основание Первое Яспис Второе Сапфир Третье Халкидон Четвертое Сморакт Пятое Сардоникс Шестое Сердолит Седьмое Хризолит Восьмое Верин Девятое Тапас Десятое Хризопрас Одиннадцатое Гиацинт Двенадцатое Аметист А двенадцать Ворот Двенадцать Жемчужин Каждые Ворота Были Из одной Жемчужин Улица Города Чистое Золото Как Прозрачное Стекло Храма же Я не видел В нем Ибо Господь Бог Вседержитель Храм его И Агнец И Город Не имеет Нужды Ни в солнце Ни в луне Для освещения Своего Ибо Слава Божия Осветила Его И Светильник Его Агнец Спасенные Народы Будут Ходить Во свете Его И Цари Земные Принесут В него Славу И честь Свою Ворота Его Не будут Запираться Днем А ночи Там не будет И Принесут В него Славу И честь Народов И Не войдет В него Ничто Нечистое И Никто Преданный Мерзости И лжи А только Те Которые Написаны У Агнца В книге Жизни Глава Двадцать Вторая И Показал Мне Чистую Реку Воды Жизни Светлую Как Кристалл Исходящую От Престола Бога И Агнца Среди Среди Улицы Его И по Ту И по Другую Сторону Реки Древо Жизни Двенадцать Раз Приносящие Плоды Дающие На каждый Месяц Плод Свой И Листья Дерево Для Исцеления Народов И Ничего Уже Не будет Проклятого Но Престол Бога И Агнца Будет В нем И Рабы Его Будут Служить Ему И Узрят Лицо Его И Имя Его Будет На челах И Ночи Не будет Там И Не будут Иметь Нужды Ни в Светильнике Ни в Свете Солнечном И Ибо Господь Бог Освещает И И Будут Царствовать Во Веки Веков И Сказал Мне Сии Слова Верны И И Истинны И Господь Бог Святых Пророков Послал Ангела Своего Показать Рабам Своим То Чему Надлежит Быть В Споре Все Гряду Спора Блажен Соблюдающий Слова Пророчества Книги Сей Не делай Блажен 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 Альфа И Омега Начало И Конец Первый И Последний Блажен Ни те Которые Соблюдают Заповеди Его Чтобы Иметь им Право На Древо Жизни И Войти В Город Воротами А Вне Псы Чародеи И Любодеи И Убийцы И идолослужители, и всякой любящей и делающей неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят, прииди, и слышавший да скажет, прииди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Свидетельствующий сие говорит, ей гряду скоро, аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе! Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, со всеми вами. Аминь.